Любители и профессиональные баскетболисты в минувшие выходные собрались в поселке Володарского, чтобы принять участие сразу в двух соревнованиях. В традиционном Кубке Ленинского муниципального района по стритболу «Спортшанс» и в районе «Спартакиаде». Погода благоволила спортсменам, и в это сначала пасмурное субботнее утро неожиданно выглянуло солнце и не дало испортить боевой настрой ребят. О том, что такое стритбол и как проходили матчи в следующем сюжете. В стритбол можно охарактеризовать как любительский баскетбол. Многие тренеры команд – профессиональные баскетболисты. Прежде чем получить признание и популярность, эта игра прошла долгий путь. А началось все в США в 50-е годы прошлого столетия. В то время афроамериканцам в профессиональный баскетбол вход был закрыт. Поэтому единственное, что им оставалось – лишь выходить на улицы. Так и родился стритбол, уличный баскетбол. Шли годы, и новый вид спорта стал набирать популярность. Появились команды, федерации, и вот теперь в стритбол играют повсеместно. Потому что доступно, потому что массово, командно, весело, интересно. В Ленинском районе стритбол также получил большую популярность. Вот уже на протяжении 15 лет проходят соревнования «Спорт-шанс», где могут принимать участие все желающие. С каждым годом число участников увеличивается. В этом году заявки подали 12 команд по равну женских и мужских. Играйте в баскетбол – это лучшая игра с мячом. Дети должны заниматься любым видом спорта – единоборствами, баскетболом, футболом, волейболом. То есть у нас, в принципе, условия есть и надо заниматься. Стритбол – один из самых доступных видов спорта. Чтобы начать им заниматься, нужен лишь мяч, кроссовки и желание. Это хорошая физическая нагрузка и возможность ребенку больше общаться со сверстниками, играя в одной команде. Поэтому молодежь и выбирает стритбол. Я практически ничем не занимался. И когда тренер пошел в мою школу, он спросил, кто хочет сходить на занятия. Ну, я решил попробовать. Потом меня затянуло. Нас тренер вдохновил этим баскетболом, и мы как-то потянулись к нему. Мне баскетбол вообще понравился. Ну, вот как бы уличным стилем, как бы, не знаю, переводы всякие интересные, броски. Наиболее сильными игроками в этом году стали ребята из команд сельских поселений Володарская, совхоз имени Ленина, горки Ленинские, Развилка. Никита Пучков играет за совхоз. В свое время стритболом он занимался профессионально. Даже играл за Динамо. Имеет первый разряд по этому виду спорта. Но, как говорит сам Никита, посвятить свою жизнь стритболу он не готов. Давно не играл, да. Ну, как бы, очень радостно, что мы выиграли, но будем стараться биться до финала. Желание победить сильнее оказалось у спортсменов из Развилки. Мужская и женская команды заняли первые места. Юлия Погосян, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова